В поселке Ильском открылся первый в Северском районе исправительный центр для содержания осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Жить и трудиться они будут на базе Ильского кирпичного завода ООО «Анком» под строгим надзором сотрудников службы исполнения наказаний. На сегодняшний день создание сети исправительных центров и их развитие на территории Краснодарского края относится к числу наиболее приоритетных направлений нашей деятельности. Расширение, примирение уголовного наказания в виде принудительных работ, формирование условий для социальной адаптации осужденных, получение ими трудовых навыков и возможностей трудоустройства. Все это создает огромную основу для снижения рецидива преступлений в будущем. В том, что центр принесет обоюдную пользу и осужденным, и самому заводу, уверен и директор предприятия, на базе которого открылось учреждение. Уверен, что этот центр принесет не только осужденным какие-то блага, что поможет им социализироваться, что поможет адаптироваться к этой жизни, но также уверен, что и для предприятия это будет очень полезно, и мы перестанем ощущать нехватку рабочей силы, предприятие сможет работать более ритмично. В комфортных, практически гостиничных условиях здесь будет содержаться порядка 50 человек. Колючей проволоки нет, но объект охраняемый. Для успешной адаптации осужденных есть все необходимое – кухня, прачечная, санузел, комнаты для отдыха и сна. Осужденные к влюбительным работам проживают на территории общежития исправительного центра. Комната предназначена для проживания от двух до восьми человек. Данная комната предназначена для содержания восьми осужденных, а каждый осужденный имеет отдельное койко-место, отдельную тумбочку для хранения личных вещей, отдельный стул. На группу осужденных выделены предназначенные шкафы, также для хранения личных вещей. В которых они могут хранить свои вещи объемом до 36 килограмм. Везде камеры, жизнь по строгому расписанию. Работать осужденные будут тут же, на территории кирпичного завода. Водителями, грузчиками, формовщиками, укладчиками, трактористами и электросварщиками. Условия труда в соответствии с трудовым кодексом и вовсе не бесплатно. Будет начисляться заработная плата. Согласно приговору судов, из них будет подлежать удержание заработной платы от 5 до 20% дохода государства. При наличии иных исковых требований, также будут удерживаться из их заработной платы различные удержания. А кроме того, из заработной платы осужденных будет удерживаться материальные средства на содержание самого исправительного центра, то есть оплата за коммунальные услуги. Для завода это возможность нанять мотивированных сотрудников. Возможно, многие из них по истечению срока приговора суда даже захотят остаться.